Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами начали изучать вторую книгу пятикнижья, книгу Шмот. И Тора в самом начале этой книги нам сообщает про большое удивительное чудо, что маленький грудной пророк Муше, когда он попадает на руки к бате дочке фараона, он плачет, все дети плачут. Но здесь было чудо. Дочка фараона услышала, что голос Муше – это не как голос грудного маленького ребенка, а его голос был как голос большого взрослого парня, подростка. Что здесь написано? Зачем Всевышний делает такое большое чудо, что грудной ребенок, он плачет голосом взрослого человека? Что здесь сказано? А здесь сказано очень глубокая и важная вещь про нашего учителя Мушера Бейну и ответ на то, почему именно он удостоился подняться вскоре на гору Синай и получить Тору, именно он, а не кто другой. Потому что когда он уже был младенцем, голос его был как голос взрослого. Когда плачет младенец, он плачет по простым вещам. Ему холодно, он хочет еще покушать, он хочет еще поспать. Все, он очень ограничен. Маленький грудной ребенок. Взрослый человек, он способен плакать не только, когда ему чего-то не хватает. Не только для того, чтобы удовлетворить свои какие-то простые базисные потребности, ему больно или холодно. Взрослые плачут, потому что другому тяжело. Взрослые способны сопереживать. И когда взрослый плачет, это может быть не потому, что ему плохо, а потому, что плохо другим людям. Моше Робейну плакал взрослым голосом. Даже когда он уже был младенцем, он очень переживал, что еврейский народ страдает в египетском рабстве. И младенец Моше плачет взрослым голосом. Это означает, что когда он уже родился, он обладал такой высокой душой, что он настолько всем сопереживал. И когда он плакал и был младенцем, он плакал не потому, что он хотел есть, не потому, что ему было холодно, а потому, что этот младенец уже был способен сопереживать. Главное качество лидера еврейского народа, главное качество великого пророка Моше – возможность и умение сопереживать. Он всегда всем сопереживал, даже когда был младенцем. Великое качество этого праведника. И Тора это сообщает. Не просто, чтобы рассказать, вот какого-то был великий человек, а чтобы каждый из нас взял урок у него. Нам всем больно. Мы часто плачем, но нужно учиться сопереживать, чтобы нам болело не только наши какие-то трудности, мы должны учиться сопереживать и помогать другим. Большой-большой урок из маленького-маленького Мушера Бейну. Спасибо огромное.